друзья всем привет из калифорнии посмотрела сейчас надежду стрелец новое видео не вышло знаете я ее обожаю вообще у нее все интервью смотрю настолько эрудированная девушка какую тему она вот не ведет собеседником вы знаете она настолько подкована ну знаете она такие должности занимала в своей молодости так скажем не зря наверно вроде такая тихонькая скромная но очень много знает и мне еще нравится как она ведет интервью не перебивает умеет слушать я почему еще на это я почему она мне еще нравится потому что я же сама иногда вот беру интервью и когда смотрю на себя со стороны конечно это ужас я сама себя ругаю за то что где-то и перебивая собеседника и что-то метам обязательно вставить надо какие-то свои случаи нафиг мне вставлять туда свои случаи когда я беру интервью у человека которого хотят послушать свои случаи я могу рассказывать в другом видео но нет ведь у меня язык чешется в общем это знаете так сложно и поэтому я на нее смотрю с россиян с профессиональной точки зрения друзья я эту тему конечно никогда не поднимала на ютюбе но я ее очень часто вспоминаю и мне как-то вы знаете какие у меня чувства и и рассказывать во первых мне стыдно во вторых это настолько был унизительный момент в моей жизни понимаете у кого-то он сейчас вот в наше время счастливый до такой памятный у меня это было просто ужасное время и ничего там такого вот как говорят родила ребенка и там вот все вокруг тебя что-то ходят поздравляют тебя что это такое событие в жизни потрясающее потрясающее вы знаете я не знаю друзья как у вас это было это был 1986 год больница номер 27 октябрьском районе города екатеринбурга вот эти вот чувства рождения ребенка что это какое-то счастье и все вокруг счастливы и довольны это вообще не про меня сейчас расскажу так вкратце вообще это у меня такие четкие воспоминания они у меня вы знаете запечатлелись в моей жизни моей памяти на всю жизнь я думаю что многие люди конечно этого не рассказывать сейчас смотрю блогеры вот молодые все время как я там рожала про роддом еще что-то там чуть ли не по дням все расписывают знаете я все равно старые закалки и как-то ну такие вещи и выносить как-то я вообще не люблю вообще не люблю всякие видео делать и каких-то там здоровья проблемах вот обо всех этих но сделаю раз уж уж посмотрела восхитилась тем какие сейчас условия для всего этого как растет медицина людское сознание того что нужно быть добрыми нужно быть человечными если ты врач технологии естественно все эти больницы и я когда это слушаю я конечно вообще думали и как хорошо что эти женщины не рожали в 1986 году не было тогда 19 лет и при 27 роддоме была женская консультация и меня прикрепили тогда к врачу помню ну гинекологу как всех прикрепляют не буду говорить какой она была нация тут сейчас опять начнется и я помню прихожу к не первый раз на консультацию и вы знаете я вообще человек который ну я молодая девушка вы знаете мне кажется комбинации носили в сороковых годах наверно там уж пятидесятых еще но уже в восьмидесятых годах мне кажется молодежь комбинация не носила она была уже пенсионного или предпенсионного возраста вот это врач поживая уже такая и я прихожу на консультацию на там раздеваетесь тыры пыры я раздеваюсь в юбке было ну и там это и вдруг она видит что я без комбинации вы не представляете как она на меня как она на меня я вот как сейчас помню я стою понимаете без нижнего белья ну вот в этой юбке холодном этом кабинете тут это кресло знаете это и так стресс для каждой женщины вообще все больницы это всегда очень стрессово молодая беременная и она на меня начинает орать а там в коридоре сидит очередь ну потому что человек пять наверно шесть которые вот на этих топчинах ты из кожзаменителя они возле двери сидят это картонная дверь и она на меня знаете как арава ты да как ты смеешь к врачу приходить без комбинации ты не уважаешь врачей как тебе не стыдно короче говоря и я стою вы знаете ну я ступор впала я ничего не могла сказать я вот так вот стою в этом кабинете вот такая вот и молчу она не затыкалась она меня всяко разно и у меня потом хватило сил произнести хорошо можно я уйду и приду в следующий раз иди отсюда из кабинета чтобы я там тебя вообще больше не видео я выхожу из этого кабинета там судорожными руками одеваюсь выхожу вся очередь вот так вот на меня смотрит все же это слышали пришла домой на и реветь-то сосуде не умею в чем дело я конечно не ревела но это был такой стресс и вы знаете я не знаю почему но как-то я не могла пойти другого врача наверно попросить потому что в регистратуре сидели такие же и же собаки и ты раз здесь живешь как бы ты ходишь по месту жительства или прописки я уж не помню и вы знаете я почему-то я не подошла и не попросила другого участкового ну как-то знаете это сейчас мы свои права знаем как там можно и патитами написать на эту собаку которая в регистратуре сидит а тогда мы были все какие-то забиты и вот так вот я к ней ходила и каждый раз меня трясло и это знаете ужасно было состояние один раз я прихожу к ней она также мне там раздевайся я также раздеваюсь опять вот так вот стою так вот знаете возле этого кресла окно у нее там стол этот медика и вот она разговаривает со своей семьей что покушать где взять котлетки внукам как разогреть котлетки какую тарелочку положить и вот все это идет минут 15-20 я все вот так вот и стою потом следующий идет звонок дочери чтобы она там тоже что-то сделала вот начинается вот эти разговоры я все стою в кабинете жду я же не могу не съесть она мне не предлагает не сесть подождать ничего ты стоишь как в тюрьме и вот это все слушаешь потому что ты от нее зависим в общем я даже не знаю как это объяснить раньше мы вообще не умели бороться за свои права отстаивать блин свои границы как это сейчас говорят мы были все как рабами я не знаю может быть кто-то другой там был но хамст вот это неуважение ужас в общем тебя знаете за человека нигде не считали и все вот так вот я к ней там ходила до конца беременности грубая была во всем и как-то несколько раз было она там то ли болела то ли что я слава бог попадала к другому врачу все там девок родом понятно что когда человек первородящий он вообще понятия ничего не имеет как там что youtube of не было соцсетей не было ничего не было мы вообще шли на это дело и мы вообще не понимали куда мы что шли что с нами будет и что там вообще происходит и вот у меня живот заболел я помню прихожу в консультацию я говорю у меня живот болит они крестного 1 давайте я положим в эту больницу наверх выписали мне там это я помню пришла и как в предварительное помещение положили там еще это не родовые палаты не это отделение а другое где там ждут может два-три дня и понимаете у меня живот уже с утра болел и я хожу в этом отделении и я понимаю что у меня вообще он уже так болит это я сейчас понимаю что видите у женщин схватки с какой-то периодичностью никто ничего не говорил никто я вообще не понимала что там происходит как это должно было выглядеть я помню только от консультации на что-то отправляли какие-то там это вампы мы стояли все какие-то лучи получали не знаю что это за лучи были чего они нужны были а чтобы вот так вот роженец а чтобы так беременных женщин посадили сказали да что зачем как будет я такого вообще не помню не было такого я только единственное помню что также пришла там на очередной осмотр и вот это врач ребенок же там переворачивается в животе особенно на последнем месяце туда-сюда я тоже этого не знала я помню после осмотра она мне говорит тоже грубо так все можешь идти будешь попой рожать я говорю смысле я вообще не поняла что она мне сказала ну как бы понимаете я переспросила она мне объяснила оказывается что дети некоторые попой идут и их рожают попой а не головой вперед понимаете и вот это вот все вот блин как дерьмо понимаете ко мне это все было просто было вот так вот вот и тогда же было время когда ничего нигде не было ну все было пустое естественно в больницах не было никаких иголок никаких приспособлений никаких там лекарств и я помню когда вот это брали из вены уковы приходишь кабинета это помните в таких железных банках то все кипятили и иголки были вообще на вес золота и в больницах их не было они уже были все закипяченные перекипяченные я помню вот такой вот толщины иголок у них вот эти концы уже настолько тупые что чтобы воткнуть это знаете там но я не знаю как это отверткой прокалывали нам вены и это было настолько больно и ужасно все мы другого не знали мы вообще понятия тогда не имели что есть маленькие тоненькие иголочки сейчас придешь тебя даже незаметно это все воткнут тогда вот такое время было вот эти ржавые иголки дополнение ко всему этому это все было очень очень страшно поэтому когда говорят ой я всю беременность отходила в кайфе так легко было хорошо это вообще не про меня вообще перескочила и тогда вот я пришла и там тоже сидит миссис медсестра такая же абсолютно равнодушная я подхожу говорю у меня живот болит она горит ходить еще и вот я хожу и хожу и представляете и все и короче говоря ну уже все и меня потащили в этот один отделение то где все это происходит и вы знаете у меня был просто какой-то шок я помню я захожу в это отделение и там не было никаких кабинок отдельных да где каждая женщина рожала там как сейчас показывают палаты показали кровать это все отдельное пространство открытое большое там вот эти стоят кресла и вот эти женщины кровище ну сами понимаете всякие вот эти вот неприглядные позы кто-то орет кто-то там стонет и ты заходишь тебе же рожать надо я помню я захожу у меня я как будто зашла в комнату пыток в какую-то это был такой ужас ну слава богу знаете у меня все это прошло очень быстро если бы я не настояла вот тогда этой медсестре сказать что все уже что-то не то со мной знаете неизвестно чем бы это закончилось помню у меня тоже подружка моя то также у нас что-то месяц его с ней разница была она тоже рожала и в общем вот эти вот боли то у нее там страшные были и общем она как-то рваную простынь в этом роддоме ногой задела и знаете видимо от боли как бы потянула ее и видимо порвала и она говорит господи к ней подбежала там какая-то это то ли уборщица то ли медсестра я не знаю она горит как она на меня орала что тут просто не порвала я горит ничего не соображаю но это такие боли и жуткие и это не только со мной я думаю что это было у многих и вот вот это все проходит тебя везут в повату еще до повата тебя кладут на кушетку вот на такую и ставят в коридоре и много часов там почему-то женщины лежат и там так холодно помню было еще лед то дадут наш дают на живот и вот в этом коридоре мы лежали и в палате мне дали кровать со страшным матрасом я не помню чтобы на нем было просто и и самое главное представляете мне не дали даже подушку и я несколько дней спала без подушки на этом матрасе нас там помню было вдвоем мы лежали в этой палате но вы знаете я все воспринимала как должное не дали подушку не дали наорали переварила дальше пошла этими тупыми огромными иголками прокалывают тебе вены ну как бы ты воспринимаешь все как должное потому что ты не знаешь как это сейчас горят а чё по-другому что ли можно было ты не знал этого вот и в общем бросают меня на этот матрас без подушки и раньше же ты не мог приходить со своим бельем в эти больницы там тебе давали все казенное а казенное белье вот это все оно было просто страшное ну понятно что там кровища эти пятна все естественно они не отстиранные эти вот тебе дают вот эту казенную рубашку она вся рваная в этих пятнах во всех страшенных раньше не было вот этих гигиенических средств давали какую-то грязную простынь там ну понятно что она прокипяченная было все несколько все свое всложенное я помню зовут нас на обед и я выхожу в коридор и это был фильм ужасов по коридору ходят женщины в рваных вот во всех этих вот в таких вот во всяких этих хопчатобумажных вот этих ночнушках все в кровавых пятнах вот в этих которые постиранные которые свежие и после родов ты же не можешь ходить ты ходишь как зомби вот так вот по коридору а раньше раз не было этих всех гигиенических средств и ты вот эти и вот эти женщины они с этими зажатыми тряпками между ног вот так вот ходят по коридору туда-сюда снуют поедят идут обратно я помню выхожу это был фильм ужасов друзья ну а каких положительных эмоциях о каком счастье можно говорить не о каком это все такой стресс и для тебя открывается какой-то страшный новый мир в котором ты никогда не была и ты в нем оказалась ты вообще даже не предполагала что такое может быть ладно все это проходит потом надо же ребенка кормить алена всегда плохо его некоторые дети там присасываются сразу к матери и все там все хорошо получается алена вообще спала у меня и она вообще никогда не отличалась шикарным аппетитом и вот там же ребенка надо прикладывать к друг груди а никто ведь не ходил и не учил тебя что надо молоко ссвеживать что как надо надо через определенное количество времени да вот это делать как это ссвеживать показывать потому что этого тоже никто не знает я помню на второй или на какой день у меня началась температура жуткая меня все стало морозить и я помню приходит какая-то там медсестра и начинает на меня тоже орать что оказывается я где-то меня продуло понимаете что я куда-то там чуть ли не выходила в общем я часто думаю где меня там могло продуть во первых у меня кофты никакой не было я вот не помню одеяло было у меня не или нет я помню что мне подушки не было потом все мы в этих ночнушках страшных то там ходили ну как бы может меня и продуло я ничего тогда не понимала в общем она мне первый раз показала как касса надо ссаживать молоко но это было уже поздно потому что как вы все знаете у женщин начинается мастит и вот это у меня началось а потом только узнала откуда у меня эта температура началась это вообще не от какой простуды а это началось вот от этого и у меня это были страшные дни слава богу до операции ничего это не дошло но кого был мастит вы знаете что это такое я выдержала всего три месяца потом с таким трудом это перетянулась это тоже такой ужас был их телку прикладывала и ночами не спала и в общем ой это это тихий ужас сейчас когда я слушаю вот этих прекрасных докторов вот этих вот женщин которые приезжают там за границу рожают у нас даже вот сейчас и в екатеринбурге тоже прекрасны вот эти больницы клиники лена она рожала ни в какой не вплатные а вот в наши там на пионерском поселке прекрасные вот возможно я ведь и рассказал какую-то историю ужасов но видите сейчас на все есть управа если с вами так обходится сейчас люди цивилизованные и люди знают свои права и не позволят так обращаться с собой и это конечно большие достижения нашего времени что мы не даем так себя вот унижать может быть видите опять же я вот это рассказываю может быть это я такая была что небе ними ничего сказать не могла я даже знаете плохо представить могу как бы я там пошла возмущаться орать когда там все были такие женских консультациях вообще сидят собаки ну согласитесь в основном часто это можно встретить в регистратурах особенно уборщицы гардеробщицы это как будто бы вот то же самое вот если я пришла в регистратуру я должна быть собакой точно так же если я стала блогером значит я должна терпеть все от людей то что они меня будут оскорблять унижать деваться надо мной я же блогер я должна это терпеть и точно так же мне кажется вот с этими регистратурами но раньше было в общем так стыдно вот мне это было друзья рассказывать ну что-то вот рассказала и рассказала не знаю как у вас конечно было но это вообще это самый унизительный момент моей жизни был это рождение ребенка когда я слушаю о том что это такое было классное время то ответе наши воспоминания таких значительных моментов жизни как они зависят от того кто тебя окружает и где это все происходит радостно это событие одно а то что вокруг тебя в этом радостном событие это событие уже превращается вообще не в радостное в какой-то концлагерь а у кого-то вот раз все было правильно сделано времена другие это радостное событие которые люди прям забыть как бы не хотят хотят подольше сохранить в своей памяти это все а вот у меня хочу забыть но не могу каждый раз у меня эти воспоминания всплывает как только вот я что-нибудь такое слушаю или вижу там кинет посты у меня всегда вот такое друзья так что вот всем пока теперь вы знаете все обо мне всем хорошего настроения теплая женская жилетка размер элькана синтепони производство коламбия цвет как слоновая кость так на тракторной молнии вот можно воротник пустить можно в общем сделать чтобы у вас горлышко было закрыто здесь резинки два кармана глубокие два кармана застегивается и по размерам в плечах 63 сантиметра подмышками 61 в талии 57 бедра 61 и длина 88 сантиметров производства это бангладеш она очень-очень теплая вот прямо как знаете как такое облачко вот синтепон рост у меня метр 57 до сих пор она мне мне кажется хорошо мне комфортно принципе мне вот на такой нет ни не толстый свитерок покажу вам с внутренней стороны с внутренней стороны есть регулировки то есть вы теплая жилетка на синтепоне может быть удобно кому-то в машине или вот может быть просто гулять идете отлично